Никогда не понимал джиперов, то есть у чувачка вот так вот вырвало крепеж. Реактивные тяги вместе с карданом, который отпал от чулка нахуй. Нахуя это надо. Никогда не понимал людей, которые вкладывают в машину бабки, чтобы ее угандошить и вложить снова. И так по кругу. В принципе, правильно говорят, что на жигулях ездит тот, точнее на иномарх ездит тот, кто не может себе позволить ремонтировать жигули. А я сегодня с покупками еду в деревню. Время 4 вечера, плюс 10, 11 мая, на дворе. То есть сегодня будем заниматься, скорее всего, опять под дождем, поскольку он уже начинается электротриммером Патриот. То есть будем собирать его в последний путь. У жены спросил, нужен электротриммер или нет. Он сказал, как на хуй мне усадился, блядь. Твой электротриммер с помойки. Поэтому будем собирать его на продажу по схеме перекуп. То есть можно было, конечно, взять на удачу какой-то штилевский выходной вал под 20-ю штангу, точнее 20 мм внутренней диаметра штанги на этом Патриоте. То есть внешне примерно 23 мм. или заказать на удачу выходной вал с чемпиона. Сейчас уже маркировку модели не помню. То есть с диаметром втулки 23,5 мм. То есть по 26-ю штангу стандартного диаметра. И попробовать обточить ее на какой-то болгарке. То есть заказать чемпионский нижний вал в выходной. Точнее за 800 рублей примерно обточить его. Ну и так далее, блядь. Но сегодня будем все делать намного проще. То есть вложение у нас, по сути, будет рублей на 50. То есть купил две отсоединительные гайки М8. Взял две развертки на 9 мм и на 10. То есть сейчас сварим между собой две гайки. Развернем на 9 мм. По торцам у нас приварим две шайбы. Взял М10. То есть М10 у нас внутренний, где М320 ровно у нас внешний. То есть чтобы все, как втулка, заходило в штангу. Посередине будут гайки. Приварим маленькие гаечки М5. Нарежем резьбу. В теле маленько наварим. На сами гайки, чтобы была стенка потолще. Ну, как бы, в районе втулок. Как бы, утолщение самого внутреннего вала. И уже, как бы, всю эту конструкцию запиздящим в штангу. Подключим. Соединим, блядь, посмотрим. Работопригодность. Работоспособность, точнее. И уже можно будет давать объявление на продажу. То есть, я думаю, что за пару часов, легко и непринужденно, нужно будет это все исполнить. Но это в теории, конечно же. То есть время у нас 4 вечера. Минут через 10 я буду на месте. И уже, как бы, начнется отсчет. Ну, и перед тем, как начать воссоздавать вот такую шляпу. Вот у нас тут нехитрый набор джентльмена. То есть болт для скрепления двух соединительных гаек. На концах будут шайбы М-10, которые четко проходят внутрь штанги. Здесь маленький металл наварим, чтобы здесь было побольше тела. Наварим две гайки. Поскольку здесь одна, а в штанге два отверстия. Так, не здесь, а тут. То есть по два болта все сделаем. По фэншую. То есть у нас... А внутрь у нас двадцатка. А внешне у нас... Двадцать два. То есть покупать вот такую шляпу от чемпиона гладкую. То есть вот такого вот плана с тремя такими вот выступами, как бы, дистанционные. Это только штиль. Но штиля здесь вот идет резьба. То есть в самой крышке катушки, которая прикручивается, придется как-то внедрять гайку. Ну, это уже стоит бабок. Поэтому сейчас вот это вот все собьем. Сейчас я здесь зачищу вот эту вот вальцовку. Небольшую. Из двух гаек сделаем втулку. Шайбами сделаем дистанционные. Как бы центроучные, блядь, диаметры. Вот, то есть вот этих двух гайк как раз по длине все четко, блядь. Короче, сейчас все сделаю, поймете, блядь. Так, короче, предварительный результат. Две гайки между собой сварены. Посредством вкручения винта стяжного. Здесь видим две шайбы. То есть одна двадцатая и вторая двадцать три миллиметра. Это у нас двенадцатая М12. То есть здесь вот маленечко обточил. Блядь, как показать-то, нахуй. Саму сварку. С двух сторон. То есть и шайба держится, и диаметр совпадает. То есть вот эта вот вторая шайба у нас 20 миллиметров по диаметру штанги. А это у нас как бы стоит в упоре. Теперь отмечаем здесь два отверстия, сверлим. Здесь, наверное, даже гайки на нихуя. Не знаю, что попробуем приварить. Гайки на где-то на грани. То есть надо отметить расстояние. Между всего я здесь вот зачистить. То есть, наверное, просверлить проще будет сначала 4 миллиметра. Нарезать резьбу, вкрутить болт и приварить гайки вместе с винтами. Потом все обточить. Обрезать вот эту вот заготовку. Тут буквально миллиметров 7. Чтобы она была по долине вот этой старой втулки. Прихуярить с торца другую дистанционную шайбу. То есть, 20-20-23. Чтобы она туда, блядь, не проваливалась. Ну, вовнутрь штанги, я имею в виду, как стопор служит. И двумя гайками, блядь, будет все соединяться. То есть, сегодня, блядь, все сделано. Я так думаю. Дождя вроде бы пока что нет. То есть, кружок очумилой ручки открывает свои двери, блядь. Так. Надо заряжать все рвло. Сейчас все будет, сейчас покажу, не ссыки. Так, второй промежуточный этап. Нарезал резьбу. В двух отверстиях сейчас винтиком скреплю гайку. Вот как-то так. Ну и приварю ее. Желательно без винта. Конечно, хотелось бы ртом взять гайку, но нихуя не было. Бывают такие моменты, что, сука, блядь, кто-то перед тобой пришел, купил, блядь, все нахуй. Что было, блядь. Так, максимально аккуратно варил по кругу. На всякий случай. Сейчас заворачиваем винт. Заворачиваем в другое отверстие вместе с гайкой. Обвариваем. Прохуяриваем внутренний диаметр. 9 миллиметров. Привариваем с торца шайбу 10 на 20. И вот этот хуй балу туда внедряем с литолом. Устанавливаем штангу. Ставим кожух. Делаем фотографии. И на авито в последний путь. Так, стоп разбил. Заодно полярнул немного. Тысячной наждачкой поверхность вала. Сейчас развертываем на 9 миллиметров внутренний диаметр. И привариваем сюда вторую шайбу. Чтобы у нас все четко было. Ну и вставляем штангу. Закрепляем кожух. Возможно помоем. Наверное помою все-таки. Чтобы все было чистенько. Имело товарный вид. Вот эту штангу тоже замочим в воде. Потом уже трюс ставим. Все чтобы четко было. Четко и чисто. Ну что, как вам? Практически завод. То есть все тут четенько. Четенько. Здесь особенно торец, блядь, получился, сука, блядь. Как все заводской, нахуй. Американской, нахуй. Люфт минимальный. Люфта вообще практически, ну может, миллиметра полтора по макушке елозит. Не знаю, как показать, зажать, блядь. Четко, блядь, нравится. Так, сейчас ставим кожух. Наверное, вот эту ху... Или, блядь. Сука, надо обмыть его, нахуй. Обмыть бы его сейчас. Я сейчас его обмою. И уже все, блядь, напелим. Подключим и попробуем покосить. Правда, у меня леска толстая, блядь. И в самой катушке нет пружинки. Так, ладно. Сейчас все сделаем. Сейчас все сделаем. Мясы, нахуй. Сука, что-то стемнело. Сейчас, наверное, въебет, блядь. Дождина. Так. Конечный результат у нас вот такой. То есть, маленько тут пошмрыгал салфеткой. Все тут заебется. Штанга у нас вот такая вот. Она, кстати, наверное, все-таки стальная. Поскольку здесь вот краска отшелушилась. Так. Патриот. ЛТ-1000 Гарден. Кожух. Блядь. Кожух в таком состоянии. Кстати, здесь крутится по часовой стрелке, а на бензиновых триммерах противочасовой, поскольку здесь нет редуктора. Ну, нижнего здесь выходной вал. То есть, вот так вот люфтит у нас катушка. Можно сказать, вообще нихуя не люфтит. Ну что, давайте подключим аппарат, что ли. Проверим работоспособности. Может, даже покосим. Здесь контакт. Что за хуйня? Блядь. Блядь. Пропахал как, блядь. Так. Сейчас я где-нибудь закреплю. Попробуем покосить. Что у нас сегодня будет штативом? А вот этот вот. Чурка, блядь. Так, кирпичик будет держать телефон. Сейчас я разматриваю маленько провод. Так, пока на паузу поставлю. Небольшое дополнение. Не все знают, почему на электротеремерах короткий провод. Вот, то есть, запаска, блядь, запаска, удлинитель вставляется вот так. Где-то у кого-то крючок. Где-то снизу, где-то сбоку, блядь. То есть, здесь сделан вот так вот. При нажатии он туда. Блядь. Сука. Легкий скользит, блядь, по ноге. То есть, вот так-то он туда опускается. Сначала думал, что его здесь нет, но смотрю, что в торце, блядь, сделали. То есть, вот таким образом он туда вставляется. И теперь можно уже косить. Не бояться, что у вас вилка из розетки выскочит и пропадет петаловый попиздячкий, блядь, вместо того, чтобы косить без перерыва метров 20, да, розетки. Так, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ печь обосрал блять что-то это не контачит сама вилка блять долегается в этом уж окисленно в камни как работает я думаю за полтора хуй выставлю сейчас ну и на этом как бы проект будет закончен так что вот так вот за небольшую стоимость можно на халяву поднять бабла то есть вложить соточку даже меньше за косарек за полторашку на этом еще раз прощаюсь всем пока